Уважаемые коллеги, мы большой группой депутатов выезжали в свое время на закрытие Олимпиады. Но я вынужден был из Сочи срочно вылететь на военном самолете для того, чтобы спасать и помогать нашим ребятам, которых расстреливали, арестовывали и избивали в Киеве. Своими глазами мы видели, спалили все наши основные офисы, избили до полусмерти целый ряд руководителей. Мы вынуждены были и их потом вывозить из госпиталей и лечить здесь. Эта трагедия затем повторилась по целому ряду других регионов. Летом мы наблюдали, как это развивалось в Белоруссии. Теперь я хотел бы обратиться к партии власти. Вы видите, что ваши партнеры в лоб-лоб решили столкнуться и с нашей страной. Вопрос не в Навальном. Это зажигательный снаряд, который сюда заслали, хорошо подготовив, только для того, чтобы подпалить нам собственный Майдан и сломать российскую государсть. Мы категорически против такого развития событий. Прекрасно знаем, с чего это начиналось и как это организовывалось. Кстати, мои ребята, которые на протяжении всего Майдана были там, почти у всех была наркотическая ломка, потому что их поили пойлом, от которого вообще потом болел весь этот отряд. И то же самое было в Южной Осетии, когда со стеклянными глазами под руководством американских генералов ворвались в Южную Осетию. И первое, что сделали, перебили всех наших наблюдателей и 49 школ расстреляли из 50. Я считаю, что мы должны сделать далеко идущие выводы из того, что видели в субботу. Прежде всего, обращаясь в президент, он согласился собрать лидеров фракции и обсудить ситуацию, которая сложилась у нас в державе. Когда без конца заявляют, что это наши партнеры, я за партнерские отношения с Америкой, я за то, чтобы мы торговали и развивали их со всеми странами. Но вчера, когда открывали Давос-50, выступал первый Си Цзиньпинь, который сказал, что мы уползли в очень опасную полосу, что даже их страна с гигантской экономикой и то, хотя и 2 с лишним процента, испытывает огромные перегрузки. И лишь складывая все потенциалы, можно одолеть финансо-экономический кризис и одолеть коронавирус. Мы полностью поддерживаем эту точку зрения и вместе с Китайской Компартией подписали меморандум, который успешно вместе реализуем. Но я хотел бы нашим оракулам, которые без конца рассказывают, как все будет хорошо завтра, если и так далее, просто напомнить немножко историю. Вы должны из этого исходить. Для американцев мы не были и не будем партнерами. Сделайте этот вывод и спокойно думайте о том, чтобы быть сильными, умными и успешными. Просто назову несколько фактов. Вудро Вильсон ровно через 2 месяца, когда пришла советская власть в нашу страну и стала собирать отспавшись империю, объявил нам войну, выступав в Сенате и сказал, надо разделить российское государство на 20 частей и приватизировать по кускам. И зато вмешались в войну против нас на стороне Антон. Затем пришел Рузвельт. Рузвельт понял, что советская страна уникальна, прислал сюда своих экспертам, договорился. Но как только там правящий класс увидел его симпатии к советской стране, Рузвельт не дожил до победы. Вам многие скажут, что он ушел из жизни не по своей воле. Никсон подписал соглашение с нами. Накануне Джон Кеннеди выступил о том, что надо с СССР иметь партнерские отношения. Одного отстреляли, а второго в ходе имписьма-то убрали. И если вы посмотрите в целом, начиная от Рейгана империи зла, кончая Джо Байден, который нас объявил еще не залез, когда на трон в качестве врага номер один, то мы должны прекрасно понимать. Киселев, кстати, очень толково показал в эти выходные дни, в трех репортажах, суть происходящего. Но он упустил, думаю, абсолютно осознанно, один из самых главных сюжетов. Каким образом Навальнятину готовили в лабораториях за кордоном и непосредственно у нас. Я не знаю, кто ему дал этот репортаж, Бастрыкин распекает своих следаков о том, как они выпустили Навального. Навальный поехал вместе с Белых, организовали криминальную группу. Из каждого кубометра стригли большие деньги. Кашин выезжал там, разбирался и смотрел, и всем известно. Отсюда позвонили, отсюда. И на следующий день этот суд выпустил его. Потом его привезли сюда, к нам привезли. Начались выборы у московского мэра. Мы выдвинули Мельникова, талантливый человек, один из опытных депутатов, с прекрасной научной подготовкой. Подготовили программу от города проблем, города успехов. И когда увидели, что поддерживает актив население и общественность, срочно притащили Навального. Ко мне прибежали руководители района. Говорит, Геннадий Андреевич, что это за сумасшедший дом? Партию власти заставляют собирать ему подписи. Я стал уточнять, оказывается, отмашка была из Кремля и было прямое поручение. Навальный тогда под руководством партии власти при поддержке. Одну из башен Кремля собрал миллион восемьсот тысяч голосов. Чтобы свернуть любую власть, надо двести тысяч вывести активных бойцов. А теперь нам показывают, вот приехал. Кстати, как приезжал, как репетировали, как вы все это прекрасно знаете. Три канала сопровождали всю эту операцию. Я просмотрел вчера. Я сам служил в спецподразделениях. Я знаю, как это делается. Сидят двое молодых ребят из Берлина. Уже Берлинский обком руководит. Куда идти, что делать, каким образом организовывать, кого бить и как провоцировать юнцов и пацанов. Чисто фашистские приемы. Когда готовил фильм о том, как моя орловщина кровью истекала, сражалась против Гитлера, я нашел эти кадры. Гитлер ходит по щечкам пацанов, ладошкой хлопает и раздает фауст патроны. Они должны были убивать наших солдат и ребят, которые прошли всю Европу и пришли в Берлин освобождать. То же самое делает. То же самое мерзавцы делают. И все трещат каналы. Вот придут, вот будут, вот снова. Успокойтесь. Эта сволочь вас первый раз уберет. Придут те, кто пришли к Киеве. Пришли, отстреляли неугодных, остальных посадили, разогнали, выгнали. Результат налицо. У нас будет сложнее и хуже, чем Белоруссия. В Белоруссии батьку не предали, ни силовики, никто, все устояли. Ни общественное движение мы поддержали. Мне пришлось уговаривать, ездить, в том числе на телеканалы, говорить, что ж вы делаете? Вы последнего союзника выгоняете? За вас завтра возьмутся. Вы думаете, вы все тут будете сидеть? Вас уберут, будут сидеть тут совсем другие. Мы обязаны, обязаны это изучить и расследовать. Я, как председателю Думы, обращаюсь, как лидер Патриотического Союза. Нам необходимо провести закрытое заседание Совбеза и обсудить сложившуюся обстановку. Потому что, когда оттыкают пальцы, кто пришел, пришли работяги, которые жутко недовольны этой жизнью. Жутко недовольны. Продолжают нищать, терять работу и так далее. Они не за Навального пришли. Пришли пацаны, у которых вы отняли нормальную учебу. Вы выбросили из учебных программ и Павку Корчагина, и молодую гвардию. Вы выбросили оттуда с Олженицем, что нас тыкаете. Я настаиваю на том, чтобы вы рассмотрели вопрос и не лезли больше в совхоз Ленина. Давно бы Бессонова уже, в принципе, реабилитировали, выпустили. Вы вместо того, чтобы принять эти решения, продолжаете сталкивать лбами. Сталину все тыкаете. Сталину хватило ума, железной воли, сплотить страну накануне того, как гитлеровцы и Гитлер пришел к власти. Помирился с казаками, помирился с кулаками, в том числе и с интеллигенцией. Все сделал, перед священниками извинился, сам лично собирал. А вы не можете собрать и договориться с левым флангом, который испокон веков защищал державу и отстаивал. С приходом либералов, кого расстреливали, рабочих расстреливали, кого ссылали, коммунистов ссылали, с кем Гитлер расправлялся. С коммунистами, в первую очередь, потом социалистов, потом профсоюзников, потом целые народы стал жарить в печах. Освенцим и Дахау. Поэтому из этого надо делов выводы решать проблемы. Мы готовы к этому. Но мы надеемся на то, что и Совет Безопасности, и партия власти сама примет соответствующие меры. Спасибо, Геннадий Андреевич.